Здравствуйте, друзья! В связи с большим интересом к теме использования USB ZigBee-стиков, я решил снять дополнение к уроку номер 5 по Home Assistant, в котором поделюсь своим опытом использования этих устройств. Я не стал останавливаться на стике CC2531, который показал в пятом уроке, а пошел дальше и заменил его на оригинальную разработку ZigBee Stick версия 3. В этом стике применяется модуль с чипом CC2538 и усилителем CC2592, который дает прирост уровня сигнала до 20 дБ мВт, а также усиливает чувствительность приема сигнала, в результате чего зона покрытия сети значительно увеличивается. Для сравнения, CC2531 имеет уровень сигнала 4,5 дБ на мВт. Кроме этого, ZigBee Stick версия 3 имеет более мощный процессор, который снимает ограничения на количество подключаемых устройств, и в четверо больший объем памяти, 32 кБ против 8. Ссылки на подробное описание аппаратной части, телеграм-каналы, посвященные поддержке проекта, а также канал, где можно задать вопросы на приобретение устройства на территории РФ, будут в текстовом файле урока, ссылка в описании. В Украине стик CC2538, а также целый ряд устройств, работающих в сети ZigBee, лучше приобрести тут. Ссылка в том же файле. Мой стик куплен именно здесь, и с его конструктором я знаком лично. Мои наилучшие рекомендации. Что касается необходимости такой замены, на сайте проекта ZigBee2MQTT приведен теоретический расчет емкости сети на базе CC2531 с двумя устройствами-роутерами. Напомню, что это все устройства с питанием от сети и наличием нулевой линии. Рассчитана емкость сети в 55 устройств. Но по опыту скажу, что в реальности картина не будет столь идеальна, потому что конечные устройства предпочитают прямое соединение с координатором. Например, в моем случае, в непосредственной близости от стика находятся два роутера. По задумке, они должны были бы забрать на себя часть подключения, но в действительности, это видно по карте сети, на координатор приходится втрое больше соединений, чем на оба роутера вместе взятых. Поэтому, по своим ощущениям, я подчеркиваю, это именно мои ощущения, потому что точных данных пока нет нигде. Стик на базе CC2531 при условии использования 5-6 устройств роутеров вполне справится с сетью Zigbee примерно на 40 конечных устройств. Большинство известных мне домашних решений по умному дому как раз и имеют примерно 25-30 устройств, находящихся в пределах обычной квартиры. Поэтому, производительности стика CC2531 в таких условиях будет более чем достаточно. А если количество устройств перевалило за полсотни, или площадь квартиры более 100 квадратных метров, то есть смысл посмотреть в сторону CC2538. И мне кажется, что это решение будет даже лучше, чем стик Combi 2, он же Deconce. Также напоминаю, что для стабильной работы любого Zigbee USB стика, я настоятельно рекомендую использовать USB удлинитель от 30 см до полуметра, только хорошего качества с нормальными проводами. Кроме этого, стик следует располагать вертикально. Что касается замены стика, я проводил замену уже на живой сети, к которой было подключено порядка двух десятков устройств. Сама замена очень простая. Достаем стик CC2531 и на его место просто втыкаем стик CC2538. Далее в аддоне Zigbee2MQTT нажимаем рестат для его перезапуска. Внизу страница, где журнал работает, нажимаем обдавить до тех пор, пока не пойдут сообщения от устройств. Будут ошибки, это нормально. Далее переводим систему в режим добавления устройств, и проходим по всем нашим устройствам, зажимая кнопку сопряжения. Тем самым они переподключатся к новому стику. Технические имена останутся старыми, и в Home Assistant ничего менять не придется. Весь процесс занял у меня не более 10 минут. Также хочу посоветовать удобный аддон для работы с Zigbee2MQTT для Home Assistant. Для его установки необходимо в стандартном магазине аддонов Hasio добавить новый репозиторий. Ссылка к текстовому файлу урока. В конфиге указываем путь к MQTT брокеру, аналогично как Configuration YAML или в самом аддоне Zigbee2MQTT. Запускаем плагин и включаем опцию показа в боковой панели. Плагин имеет три окна. Первое – это перечень подключенных устройств. Если модель устройства известна плагину, то он выведет даже его изображение. Кликнув по названию, попадаем в меню устройства. Тут его можно переименовать. Это изменение отразится и в перечне интеграции Home Assistant, и в перечне топиков MQTT брокера, и на карте сети. Для применения нового имени нужно рестартовать основной плагин Zigbee2MQTT. Поэтому такие операции есть смысл делать пакетно. Далее идет опция конфигурирования. Согласно описанию, она запускает на устройстве новую фазу Zigbee настроек, что выражается в создании топика с именем устройства в ветке конфигурации Zigbee2MQTT Bridge. Она позволяет вручную перенастроить устройство, если оно не работает должным образом. Опция биндинга позволит напрямую связать два устройства средствами самого протокола Zigbee. Например, включать лампочку по нажатию на кнопку выключателя без создания автоматизации. Я такой функционал не использую. Подробнее документацию читайте по ссылке в текстовом файле урока. И последняя опция – это удаление устройства из сети. Следует обратить внимание, что эта опция только удаляет устройство из базы. Но если сам гаджет не был сброшен в заводские, он сохраняет код сети и может обмениваться данными. Вторая вкладка – карта. Рисует интерактивную карту Zigbee2MQTT. На ней можно увидеть связи между устройствами, какие конечные датчики подключаются к координатору, а какие – к роутерам. Следует помнить, что сеть способна к самоорганизации, и связи в зависимости от количества и расположения устройств могут меняться. Третья вкладка позволяет включить режим добавления устройств. При наличии этого плагина нет необходимости вручную создавать сущности и автоматизации, показанные в пятом уроке для добавления. Режим добавления включается на 20 минут. Тут же настраивается уровень логирования в журнале событий и имеется опция перезагрузки плагина. Сейчас я активно перевожу все свои Zigbee устройства с шлюзов Xiaomi на USB-стик CC2538. На момент съемки этого видео их уже около 50. Все работает быстро, стабильно, никаких проблем я не наблюдаю. Такой режим работы, среди прочего, позволяет убрать прокладку в виде Wi-Fi Zigbee шлюза между одноплатником и конечными устройствами Zigbee. И поэтому сеть Zigbee более не зависит от сети Wi-Fi. Даже при отключенном роутере все Zigbee устройства будут работать отлично. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok